Доброе утро! Просто товарищи всегда увлечены темой разговоров о голосе. Проглотку. Проглотку. Ну ведь это же наш рабочий инструмент. Извините, ваш рабочий инструмент, вы деньги зарабатываете. А бывает же часто у людей, голос пропадает. Да. Ну не часто, но бывает. Бывает такое. У меня много знакомых мучается от того, что у них там голос пропал. А это знаешь, кстати, можно я перебью, сразу скажу, как говорят психологи, надо было меньше орать. То есть тебе просто, твой организм говорит, помолчи. Что делать, чтобы продлить, так сказать, жизнь голоса или же наоборот восстановить его? Вообще, кричать это, правильно? Ну вообще, я хочу сказать, что людям голоса речевой профессии нужно просто быстрее обращаться к фониатору. А фониатор это оттолеринголог, но занимающийся проблемами голоса. Так же, как вот, например, сурдолог. То есть у каждого есть своя специфика. Вот фониатор, многие не знают, поэтому куда бежать. А вы вот рассказывали. Вот фониатор, это первый друг для голоса, у лиц голоса речевой профессии, для тех, кого голос является орудием. Сейчас мозаика, география голоса речевых профессий стала очень обширной, очень широкой. Сейчас вы просто не найдете специальности, где бы не нужен был голос. Да даже менеджер, согласитесь, в офисе сидящий. На приеме политики заинтересовались, потому что им нужно донести хорошо, хорошим голосом. На приеме даже уже врачи появились, чем и не было. Вообще, странно, очень много детей. Вы говорили, такой эксперимент провести, если в течение днем один час просто молчать, ни по телефону, ни разговаривать. Для того, чтобы понять, ну это очень хорошо подходит как раз к международному дню голоса. Для нас это не праздник, а большая работа, мы должны как много больше людей по всему миру осветить, рассказать, кто такой фониатор, рассказать о голосе его, как его беречь, как им пользоваться. Будем говорить не беречь, пользоваться нужно правильно голосом. Но англичане такую придумали штуку для того, чтобы оценить, насколько дорог вам голос. Это взять в рабочее время, отключить телефон, перестать со всеми разговаривать. Считая, что у вас нет голоса. В течение часа. Как будто не мой. Да. И вот тогда человек ощущает, насколько его надо беречь, ничем не прежно относиться. А может быть, начинаешь понимать, господи, может, мне не разговаривать. А мне кажется, надо просто ребенка маленького завести. Можно завести маленького ребенка, будешь днем его укладывать спать, будешь молчать. И телефон отключишь, и разговаривать будешь поменьше. Это научиться терпеть, называется. Да, 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 нет, ну терпеть, это другое не нужно. Мирослава Сергеевна, вот самый главный вопрос, вот даже отслышателей. Когда утром просыпаешься, как, что, какие процедуры нужно сделать, для того, чтобы в течение дня у тебя там ничего не першило, там не... Какие-то суровые вещи. Не, ну правда, вот какой-то... Нет, ну, понимаете, в чем дело? Если першит и сушит, то, конечно, это повод обратиться к врачу. Но если нет, то просто теплая кипяченая вода обязательно растить. А как же холодная. Заднюю стенку глотки. Ну, я не говорю, что она должна быть горячей. Нет, закаливание, чтобы холодная. Закаливание – это другой процесс. Понимаете, слизистая начнет работать на теплая железа, выделять слизь, и увлажнится ваша глотка, и пойдет слизь, которая защищает, и лишнее уберется. Это вот хорошо после перенесенной болезни, и период выздоровления. Но если это постоянно, нужно посмотреть, потому что ведь голос, голосовые складки и работа голоса – это работа всего организма. Но ведь голосовые складки помещены в тело, как футляр. И поэтому все, что происходит в организме, все. Смотрите, эндокринологию возьмем. Да, пожалуйста. Смотришь связки, видишь и спрашиваешь, что с гормонами. А на нервной почве пропадает голос иногда. Бывает же такое? Ну, это бывает очень, так сказать, ну, значительную часть, я надеюсь, скажу, что, наверное, 12-13% от приема. Да, кстати, было такое. Да, именно нервной почве. Но последняя беда у нас несколько лет, и вот мы говорили с европейцами на Конгрессе, у них тоже подростковая неврогенная дисфония, психогенная дисфония. У подростков? Да, именно в это время, вот именно... А, ЕГЭ, вот эти экзамены, все. Да, причин у них очень много, но они замолкают. Но когда они попадают не в те руки, вот, потому что, ну, приходят к терапевту, ну, молчишь, молчишь, на тебе это, антибиотики там или еще что-то попей. Потому что думают, что он молчит, потому что у него ларингит. И ставят диагноз ларингит. А там психогенная фония. И когда ребенок приходит к нам, и психологические тесты, фонопеды, психолог. Фонопед, педагог по голосу, да. И тогда, нет, были очень-очень просто, знаете, случаи. Иногда даже пришлось предотвратить самоубийство, потому что при разборе, при разборе случая, почему молчит. Вот, все, и пришлось. Короче, нужно обращать внимание, да. Мы еще хотели с вами поговорить, как вы звезд выводили из состояния дни. Но это мы сейчас успеем или попозже? Ну, вот, знаете, вот еще тут есть просто вопрос по поводу, вот мы про закаливание начали. Спрашивают слушатели, правда ли, как говорят некоторые врачи, что ребенка с детства нужно приучать есть мороженое для того, чтобы закаливать. Что приучать-то? Как раз приучать. Нет, дети так любят мороженое, отказывать им в этом удовольствии. Это уже нельзя, но нужно учесть два момента. А, это умеренность во всем, как еще говорил Сократ, вот будьте умерены. Умеренность и все-таки мороженое надо давать пломбир, потому что процент жирности, жир обволакивает и не дает так быстро холоду проникать. То есть всякие шоколадные, скимошки, нет, лучше просто пломбир. Лучше пломбир, ну, детям вообще лучше, так сказать. Врач сказал пломбир, значит, будешь есть пломбир. Я тут вам сейчас пломбирным своим голосом вставлю два рубля. Кстати, дети очень радостно уходят, когда они, оказывается, сняли мороженое. Я спрашиваю, вы вообще даете ребенку? Я говорю, ребенок делает большие радостные глаза, когда я говорю, так надо. В шее там, знаете, вся сила у меня тут, вся моя. Вот здесь вот. Мне больше ничего и не двигается, кроме шеи. Девять часов двадцать шесть минут в Екатеринбурге. У нас гостя Хосипова, Мирослава Сергеевна. Слышите, мы сегодня все в голосе, нас не надо лечить. Господи, я вас вечно путаю с фонеатром из Москвы. Так вот, тут же был концерт ДДТ, Юрий Шевчук, буквально благодаря вам вышел на сцену. Он даже в конце концерта вас поблагодарил. Да. Потому что, да, прямо в конце я сказала, что концерт состоялся только благодаря фонеатру Осипову Мирославу Сергеевну. Потому что вы его, можно сказать, вернули к голосу. А что у него было с голосом? Ну, вот отсюда вся шумиха пошла. А так фонеатр сидел себе тихо. Летил, просто были звездой. Летил, да. А что было у него, Шевчук? Действительно было состояние, ну, простуда обыкновенная. Называется ОРЗ, бронхит хронический у него. Вот, и тут обострилось все, и поэтому... А обострилось уже здесь, в городе, или он уже ехал, зная что? Ну, знаю, да, да, да. Мы вечером созвонились, вот, и я обычно прошу, чтобы мне звонил сам, не директора, а сам. Артист. Сама звезда, да. Услышать голос, насколько все ужасно. Да, услышать голос, и по голосу слышно, какой срочности, сложности является вот данной патологией. И тогда уже ты говоришь, что мы встречаемся за два часа, за три часа там, или давайте с вечера сейчас что-нибудь проведем, какие-нибудь мероприятия. Часто артисты прибегают к услугам фониаторов, вот так вот на выезде. На выезде, на кастролик. Можно, потому что, во-первых, они в райдер вносят, они трогательно заботятся. Чтобы был фониатор, да? Те, кто трогательно заботится о своем голосе, а они просто обязаны это делать, иначе у них не будет залов, не будет, естественно, средств. Ну вот Земфира у вас была, например, да? Да. А она для профилактики была, или тоже у нее были проблемы? Ну, понимаете, когда они едут в турах, недосыпание, перелеты, стрессы. Корпоративы. Да нет, там даже, знаете, больше, то там звук не поставили, еще нервничали. Там где-то продовы. Вот, да. И, конечно, напряжение. И потом площадки, надо сказать же, это не тепличные условия, да? Там все время свистит сквозняк вообще. Во дворце, да, вот они поют, я вообще не знаю, потому что в этот раз я сама там замерзла. И то есть вы их подготавливаете вот к этим плохим условиям, грубо говоря, чтобы совсем не потерять голос. А вот что вы такое, заливки какие-то, да, что вы сделали Шевчуку, такого волшебного, что он пел? Ну, мы всем делаем такое волшебное. А и они на все готовы, на любые манипуляции, все что угодно делаете, Мирослава Сергеевна, только... Вот в этом плане, да. Слава Богу, да, что ты делаешь, что хочешь, ну, лишь бы, лишь бы, лишь бы, лишь бы, это было хорошо и комфортно петь. Потому что не могу сказать, что вот все, да, конец. А чтобы комфортно человеку было петь. А это какие-то препараты или это какой-то комплекс упражнений? И лазер, да. Упражнения, и, нет, там, ингаляция. Заливки вот эти. Внутригортанное орошение называется по правильному. Орошение внутригортанное, так, я же не буду говорить, как это называть. А что, между прочим, как я говорю, туда, куда видим, мы, артиста, не только артиста, но и всех, может заглянуть никто, даже жена. Слушайте, ну, вот, вы, наверное, ходите... Поэтому я всегда говорю, мы в интимных связях. Да. Вы когда ходите по улице и видите афиши, и смотрите так, ну, вот там 20-го числа будет, приедет этот, наверное, мне надо быть где-то поблизости, 100% вызовут, да? Где-то, где-то... Уже понимаете? Нет, где-то так, да, 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 да. Я еще уже говорила, что многие как в райде, поэтому звонят заранее. Но иногда случаются ситуации, когда, ну, человек был здоровый, хорошо себя чувствовал, и вдруг называется. И вот тогда звонок. За 30, за 40 минут у меня первая встреча с Кваростовским так и была. Мы ехали по делам, уже выехали за город. Тут звонок. Ну, сын говорит, разворачивайся, бегом. Кваростовский ждет. Назад, да, Кваростовский ждет. Так, прямо в тренингах к оперному польцу и приехать. Самый замечательный человек, наверное, из тех, кого я за всю свою многолетнюю жизнь видела и знала. Я тоже ехала, думаю, ну, все, сейчас, и там надо мне прорваться через охрану, договориться, все. Ну, приехала в филармонию, концерт. По красной дорожке. Прошла себе по красной дорожке. Да я шучу. Просто так, и сообщался со всеми. Ну, в общем, хорош. Вот последний вопрос вот от слушателей. Я желаю ему здоровья. К вам обычные люди, смертные, говорят, могут попасть. Если ты не звезда, вот просто нужно поработать голосом. Как раз все. Мы просто про звезд все говорим, люди думают. Так я тоже вот все время говорю, почему это про всех, они уже боятся. Люди просто боятся. Они так и думают, что тут просто звездная пыль вот вообще в коридоре стоит. И звезды все упали. Нет. Самые обычные поликлиники. Звезды, это отдельная история. Это про то, но отдельно. А как раз для всех людей очень много патологий. Смотрите, сейчас стало очень много детей. Дети все поют, зарабатывают себе узелки. И хриплые дети. Вот. И хрипатых детей очень... Вообще у нас... Конечно, из коляски, когда вот это... Эй, дай закурить. Это все шутки, конечно, да. Да, 25% стало от всего приема. У нас теперь детский прием. Детей просто... Вот я уже говорила про это. Ну, фониатрический центр, даже у вас группа ВКонтакте есть. Нужно зайти, посмотреть. Конечно. И в обычной поликлинике на Ленина 54, да? Конечно, надо позвонить. Да, на третьем этаже. Сказать, записаться. И прийти. Все, любая патология голоса. Особенно еще раз предупреждаю, из голоса речевой профессии, постарайтесь лучше сразу прийти на прием к фониатру, если у вас потерян голос. Продолжение следует...